Развитие жилищно-коммунального комплекса в своем отчете глава Анапы уделил немало внимания. Сергей Павлович отметил, на финансирование ЖКХ приходится более полумиллиарда рублей. Усилия властей направлены на обеспечение бесперебойной работы инженерной инфраструктуры, тепловых сетей, в том числе. Важная тема – котельная в Киблерово. До сих пор не было софинансирования на ее строительство. В 2016-м достигнута договоренность с краевыми властями. Приказ Министерства топливно-энергетического комплекса о включении нас и выделении нам 34 миллионов при условии софинансирования в размере 15 миллионов из местного бюджета позволит нам закрыть раз и навсегда эту проблему и обеспечить и тепло, и горячее водоснабжение. Позитивные изменения коснулись каждой отрасли курорта. Их отмечают многочисленные туристы и жители Анапы. У нас каждый год все меняется. Если кто приезжает отдыхающий, они не узнают наш город. По ощущениям, чувство праздника, наверное, сейчас уже стало круглый год. Потому что и фонтаны раньше открылись, чистота, ну и дома выросли больше. В территориальном общественном самоуправлении отмечают работу по благоустройству. Проложены новые тортуары. Там, где это было нужнее всего. В Анапской появился подземный переход. Общественность активно участвует в жизни города. При определенных усилиях, совместных усилиях, конечно, удается. Получается. Потому что город становится краше, станица краше. И мы видим где-то разбитые дополнительные клумбы. Появились новые тротуары. Появилась обрезка деревьев более такая декоративная. Это все радует и все привлекает. О том, что Анапа комфортна для проживания, говорят цифры естественного прироста населения. Депутаты считают важным, что совместно с мэрией удается продвигать проекты строительства новых школьных площадей. Средства на эти цели выделяются на условиях софинансирования по госпрограммам. Это основная, наверное, проблема, которую и совет, и глава города действительно хочет решить. Так запланирован проект именно на увеличение мест. Это строительство школы для начальных классов в 12 школе. И только в этом году мы потихонечку начинаем двигаться к этому. Это долгосрочные проекты. Но мы идем с закладкой, потому что рождаемость у нас продолжается. Численность населения Анапы растет. Работа с молодежью в Анапе признана лучшей в крае. Сложилась система. С одной стороны профилактика, с другой организация досуга. Причем в актуальных для современных молодых людей формах. Сейчас молодежь очень большое количество времени проводит именно в сети интернет. В плоскости, так скажем, нереальной жизни. И вот здесь особая задача у нас состоит. Помимо того, что работать вживую, в жизни проводя мероприятия, активно внедряться и в эту инновационную для нас сферу информационных технологий. То есть мы посредством своих групп ВКонтакте, посредством Фейсбуков, Инстаграмов, нашей специальной площадки южак.ру формируем вот это позитивное пространство информационное. Здоровье Анапчан в руках врачей. Роль профилактической работы неоспорима. В течение года медики ввели Дни здоровья для взрослых и детей. В селах обследовали 5,5 тысяч человек. Медицина стала доступнее. Открылся офис врача общей практики в 12 микрорайоне. Еще один построен в хуторе «Рассвет». Отремонтировали регистратуру в поликлинике и два этажа в родильном доме. Наверное, какая-то появилась все-таки стабильность. Мы уже зафиксировались, закрепились на определенной позиции. И ниже мы не опускаемся ни по качеству, ни по доступности. Мы только продолжаем расти вверх. Вот даже открытие поликлиники, новой регистратуры, то есть это еще шажочек вверх. Во многих случаях работа ведется по принципу государственно-частного партнерства. Успехи тем ценнее, что достигнуты они в непростой для страны экономической ситуации. За цифрами статистики – каждодневный труд жителей города-курорта.